Нам всегда приятно наблюдать за тем, как с годами графика становится лучше. Сегодня GameRanks представляет вам 10 лучших графических игр тогда и сейчас. Часть 6. Номер 10. Uncharted. Если посмотреть на оригинальную игру, она выглядела очень хорошо для своего времени. Помню, как меня она впечатлила. Однако сегодня её графика кажется слегка устаревшей, особенно если вы посмотрите на последние части. Возьмите, например, Uncharted 4 или даже Uncharted The Lost Legacy. Отличная игра, хотя совсем не такая большая, как Uncharted 4. Я думаю, что Uncharted 4 для сравнения подойдёт больше. В этой серии всегда уделяли большое внимание деталям. Размах этих игр был огромен, и он только увеличился с новым поколением PlayStation 4. Сейчас Uncharted 4 выглядит хорошо. Я бы даже сказал, что пока что она не выглядит устаревшей. И текстуры, и освещение всё сделано просто первоклассно. Как это обычно и бывает с играми Naughty Dog. Номер 9. Crash Bandicoot и Crash It's About Time. Различия абсолютно очевидны. Мы поговорим об оригинальном Крэше и о ремейке игры, а потом немного об It's About Time. Для своего времени в оригинальном Крэше была очень хорошая графика. Когда я впервые увидел Крэша, анимация оказалась мне вполне естественной. Но дело было не только в хорошей анимации, но и в невероятно удачном сочетании цветов. Низкополигональные текстуры даже сегодня могут выглядеть очень стильными. Соответственно, благодаря этому и ремейк выглядит не менее хорошо. Разработчики старались придерживаться оригинального стиля, добавляя множество деталей. Однако ещё более интересным, мне кажется, то, что они сделали в It's About Time. По сути, они полностью переработали то, как выглядит игра. В ней не только более обширное окружение, но и сам Крэш получил совершенно новый образ, который ему очень подходит. В этой серии, казалось бы, нет места фотореалистичности, но я удивлён тем, чего они смогли добиться. У них получилось сделать игру совершенно иной, при этом оставив мультяшную анимацию Крэша Бандикута. Номер 8. Тропика 1 и Тропика 6. Оригинальная Тропика – это двухмерная изометрическая игра. Тогда она выглядела неплохо, но сейчас кажется уж совсем ограниченной. Стилистически, шестая часть не сильно отличается от первой, что я считаю хорошо. Всё-таки стиль оригинальный, да и всех последующих игр Тропика действительно приятный. Если вы посмотрите на геймплей Тропика 6, то заметите, что она ненамного превзошла Тропика 5. Но если сравнить шестую часть с первой, то прогресс налицо. Не стилистически, конечно, но с возможностью прокрутить карту и полноценно насладиться графикой и игрой в целом. Тропика 6 просто, очевидно, выглядит лучше. Они из совершенно разных игровых эпох, и такое порой случается. Номер 7. Драгон Квест 1 и Драгон Квест 11. Драгон Квест сразу же выделяется тем, что это игра на NES. Я не говорю, что это плохо. Всё-таки эта игра изначально вышла в 86-м году в Японии, а в Америку пришла вообще только в 89-м. Арт к этой игре рисовал создатель Драгон Бола Акира Торияма, и игра выглядит именно так, как игра той эпохи. Это JRPG на NES, которая выглядит не так хорошо, как версия на Супер Нинтендо. Ну а тем не менее, недавний ремейк игры на Switch выглядит тоже очень просто. Именно такими и ожидаешь в виде JRPG тех времён, что совсем неплохо, ведь они были классными. С другой стороны, Драгон Квест 11 выглядит очень красиво и в стиле Акиры Ториямы. Возможно, слегка мультяшная и с частичным использованием селлшейдинга. Мне нравится Драгон Квест 11 и то, как она выглядит, и мне лично кажется, что это одна из тех игр, которая успешно перешла в новую эпоху. Номер 6. Элит и Элит Дэнджерос Хорайзенс. Первоначально Элит вышла на ПК в 1984 году. В ней использовалась полигональная графика, которая казалась в те времена классной. Вы могли летать по космосу, в котором были лишь звёзды, и занимались по сути всем тем, чем можете заниматься в Элит сегодня. Хотя всё делалось очень примитивно. В то время как Элит Дэнджерос Хорайзенс – просто невероятно красивая космическая игра, и на удивление многие её элементы покажутся вам очень знакомыми. Однако визуальная часть предлагает вам гораздо больше с возможностью настраивать свой корабль. Кроме того, в ней теперь присутствует и планетарный геймплей. Вообще, у вас будет гораздо больше возможностей, и всё выглядит очень хорошо, особенно если сравнивать игру с примитивным оригиналом. Номер 5. Animal Crossing 1 и Animal Crossing New Horizons. Интересно, что если вы посмотрите на Animal Crossing 2001 года, на Nintendo 64 или GameCube, вам не покажется, что сейчас игра сильно отличается. Очевидно, разрешение у неё получше, но я бы не сказал, что в целом игра стала другой. Но, несомненно, в Animal Crossing New Horizons хорошенько поработали над графикой. Она получилась очень приятной и плавной, с отличными текстурами и с реальными трёхмерными объектами, а также с возможностью настраивать камеру. Я бы сказал, что оригинальная игра выглядела более ограниченной, именно потому, что разработчикам хотелось, чтобы она выглядела двухмерной. Благодаря этому можно было скрыть больше разных вещей. Однако сейчас мы живём в такое время, когда даже самое слабое железо на самом деле очень мощное, поэтому выложиться на максимум было вполне логично. Ну или, по крайней мере, на максимум Animal Crossing. С точки зрения внешнего вида она всё равно достаточно простая. Впрочем, различия просто разительные. Номер 4. Lord of the Rings и Shadow of Mordor. Оригинальная игра Lord of the Rings на PlayStation 2 выглядела посредственно. Если говорить в рамках PlayStation 2, то наиболее удачной была две башни. Однако оригинальная игра больше походила на мультик и совсем не пыталась уподобиться фильмам. В то время как Shadow of Mordor выглядит действительно впечатляюще, особенно если сравнивать её с оригиналом. А ещё через пару лет вышла Shadow of War, которая пошла ещё дальше. Кому-то могли не понравиться некоторые нововведения, но графики это не касается. Она вышла в 2017-м и выглядит чертовски хорошо, даже если это и не самая красивая игра того года. Там ещё была скандальная история с микротранзакциями, но сегодня мы это обсуждать не будем. На графику это не влияет, и здесь она была отличной. Номер 3. Super Smash Bros. и Smash Bros. Ultimate. Тут ситуация похожа на Animal Crossing. В своё время Super Smash Bros. выглядела невероятно круто. Вышедшая в 99-м году, она была очень низкополигональной. Но это вполне простительно, поскольку разработчики сделали очень интересный кроссовер Fighting, которых в то время почти не было. Сама игра выглядела довольно примитивно даже по меркам игр на Nintendo 64. Ну а если плавно перейти от того, что было, к современной игре, то оказывается, что это одна из самых красивых игр на Nintendo Switch. Разработчики отлично постарались над моделированием и рендером всех уровней, фонов и персонажей с большим количеством полигонов. Особенно учитывая, что Switch это далеко не самая мощная консоль, которую можно найти. Хотя и не самая слабая. Игра получилась очень красивой. Но когда я поиграл в Mario 64 и потом перешёл на Smash Bros., посчитал её гораздо менее привлекательной. Номер 2. Microsoft Flight Simulator Оригинальная игра впервые вышла на MS-DOS. Это самый долго живущий проект Microsoft, который они разрабатывают по сей день. Игра даже старше самой Windows, и как же дёшево она выглядит. Технически она даже была трёхмерной, но по-моему тут почти невозможно разобраться, что вообще происходит на экране. В сегодняшней же игре некоторые области выглядят вполне фотореалистичными. Она не просто красивая. Она превосходит современную графику, пользуясь всеми преимуществами нового поколения железа. Будь то города или ландшафты, это настоящее зрелище в самых различных вариациях. Игру даже невозможно толком сравнить с оригиналом. Она выглядит совершенно по-другому, на совсем другом уровне. Я бы даже не говорил, что оригинальная игра обладает каким-то определённым стилем. По сравнению с этим, в ней практически нет никакой детализации. Новая игра намного лучше. Номер 1. Dragon Ball и Dragon Ball Z Kakarot. Честно говоря, я даже не знаю, какую из старых игр про Dragon Ball взять для сравнения, потому что их было немало. Они выходили с 86-го года и выглядели именно так, как игры из 86-го. Лучше всего, пожалуй, будет взять то, что вышло на NES, и которое больше напоминало Beat'em Up Side Scroller. В то время выходило много подобных игр. Например, файтинги, вроде Dragon Ball Z Super Botten на Super Nintendo. И выглядела она достаточно неплохо. Однако Dragon Ball Z Kakarot очень красивая игра, которая отлично передаёт стилистику аниме. Всё-таки сделать подобное в трёхмерной графике непросто, потому что такой стиль очень специфичен. Стиль Акиры Ториямы очень необычный, и вы сразу можете понять, что это рисовал именно он, если просто посмотрите на его рисунки. Dragon Ball Z Kakarot выглядит так, словно бы он сам всё рисовал. Просто отлично. А как вам кажется, в какой из этих игр наилучшая графика? Оставляйте свои комментарии под видео. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, спасибо за просмотр, и увидимся в следующий раз.